Приветствую вас, идеальным вариантом для вас было бы обращение совместно к сексологу, потому что совершенно очевидно, что в вашей паре набревает такая вот неудовлетворенность довольно серьезная, удовлетворенность интимной сферой, и вы сами как бы не идете мужу навстречу, то есть вы говорите ему, что как бы, дорогой, ну нет, ну вот я не могу, да, не могу я дать тебе то, чего ты хочешь, например. И честно говоря, скорее всего, не очень и хочу, да, то для меня это неприемлемо, и все, я этого не хочу, вот. Но вы же понимаете, что у мужчины-то, ну, желание-то есть, да, и потребности есть, и с ними нужно как-то что-то делать с этими желаниями и потребностями мужчины. Потому что если с ними ничего не делать вообще, то будет, мягко говоря, не очень здорово. потому что мужчина тогда может вам начать изменять, допустим. не обязательно что-то будет делать, но будет, но может такое случиться, да, может такое произойти, вот. Вы же этого не хотите, правильно? Вот. Значит нужно что? Нужно что-то сделать для того, чтобы он этого не сделал, вот. Ну и, соответственно, вы либо пытаетесь понять, что именно ему хватает, разговариваете с мужчиной, говорите ему, что вот, как бы, я понимаю, что ты хочешь, вот, я понимаю, что тебе нужно, да, я это все понимаю, правда, вот, но и ты меня, пожалуйста, тоже старайся понять, да, что, как бы, ну, я не могу этого, да, для меня это неприемлемо. Вот. То есть вам, вам по большому счету нужно просто, ну, на мой взгляд, вот, более доверительно с мужем общаться, вот. И все. Понимаете? Какая штука. То есть вам нужно просто более доверительно с мужем общаться. Он знал, что есть, вот, например, его желания, которые вы, допустим, ну, которые вы, допустим, понимаете, которые вы, может быть, и не одобряете, да, вы имеете право не одобряя желания своего мужа. Но, по крайней мере, вы их понимаете. Вот. То есть это и есть любовь. Принятие, значит, другого человека. Вы не описываете, к сожалению, ничего про генезис этого. То есть, как давно, было ли это сразу, то есть, ну, вот, сразу после того, как вы стали вместе жить, быть или появилось после, после какого-то события в вашей жизни, например. То есть это тоже все довольно важный момент. Вот. И если вы хотите разобраться, если вы, ну, действительно хотите разобраться в этой ситуации, то я полагаю, что нужно разобрать в детстве, то есть, что, как, почему, из-за чего, как давно и так далее. Понимаете? Если у мужа вашего изначально было такое желание, изначально была такая потребность, вот. если она у него была изначально, а вы как бы ее, там, ну, я не знаю, там, до поры до времени, да, как-то вот, игнорировали, допустим, вот одно, вот одно. Если у него это появилось в результате каких-то событий, в результате каких-то происшествий, в результате, там, каких-то моментов в вашей жизни, это совсем другое. Но нужно анализировать. То есть не просто так вот, знаете, что мне неприятно и все. Так это деструктивность, триггер, поведение. Ну и надо анализировать, анализировать, чего мужчина хочет, там, по себе, что ему нужно, чего он желает, чего ему не хватает. И вот уже, исходя из этого, уже и действовать. Вот. Вы не задали никакого вопроса, да, то есть вы, ну, ничего не спрашиваете у нас. И, в общем-то, даже непонятно, чего вам хочется и что вам нужно, собственно говоря. То есть понятно, что есть проблема, а, как бы, хотите того, чего. То есть понятно, что муж, он, как бы, вот, у него есть свои какие-то желания. Это понятно. Ну а вы, как вы в этой всей ситуации себя видите? Готовы ли вы вместе с мужем работать, например, над, ну, может быть, над более правильным пониманием того, что происходит? Готовы ли вы с мужем развиваться вместе и так далее? Вот. Готовы ли вы, в первую очередь, это делать? Потому что, ну, чтобы это не делал только, только ваш муж. Да? Кстати, понимаете, какая штука? Вот. Вот. Вот об этом я хотел бы, чтобы вы подумали. И когда и если вы подумаете об этом, сформируете твой запрос, тогда уже можно будет что-то более конкретно говорить и что-то более конкретно делать. Вот. Для начала вам нужно сконцентрироваться вот именно сейчас, сконцентрироваться только на том, чего хочет и что нужно вашему мужу. Конкретно. Здравствуйте, вот. Почему его не устраиваете только вы? И понимает ли он, что вам больно, неприятно иногда? Вот. Как он рассматривает эту связь? Как он ее видит? Что она для него значит, эта связь? Будет ли она, если вот, если предположить, да, что это все-таки произойдет, будет ли она единорязовой, по его мнению? Или нет? Понимает ли он, что это может разрушить ваши отношения? Ну, в принципе, семью. И готовы ли вы все это делать для того, чтобы, ну, разнообразить вашу интимную сферу? Потому что, да, вам это неприятно, но отрицать то, чего хочет муж, тоже довольно опасное занятие, если вы его любите. То есть, вы, сперва, вот выработаете отношения к нему, какое оно, и как дальше вы себе видите отношения к нему? То есть, готовы ли вы их, значит, готовы ли вы их развивать, готовы ли вы над ними работать? Вот, или нет? На этом все, надеюсь, не помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!